В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В день памяти воинов-интернационалистов вспоминают солдат, отдавших свои жизни в афганской войне. О наших участниках войны, локальных войн, я имею в виду, надо сказать больше. Продолжаются награждения юбилейными медалями к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Медаль, которая приурочена всем нашим героям, участникам, труженикам тылов, узникам фашистских концлагерей, блокадникам. Медаль, юбилейная медаль 75-летия Победы. Театральная студия «Анкор» Витновская школа номер 7 представила новый спектакль по знаменитому роману Бориса Васильева «В списках не значился». Мы – Красная Армия. Вы это понимаете? Красная Армия. Ты еще комсомол вспомнил. А я не забывал! В день памяти воинов-интернационалистов вспоминают солдат, отдавших свои жизни в афганской войне. Наш корреспондент Дмитрий Книга побывал в поселке Развилка, где почтили память погибших и отдали дань уважения воинам-афганцам, проживающим в нашем муниципалитете. 15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Для поселка Развилка эта дата значимая, ведь сейчас здесь проживает не один десяток воинов-афганцев. А выросший в поселке Сергей Соломатин погиб на полях сражений в 1985-м. За годы войны в Афганистане погибли тысячи наших молодых ребят. Мы сегодня их вспоминаем и отдаем дань памяти их героическому поступку. Ценой своих жизней они защитили границы нашей родины. Глава поселения Марина Камардина поблагодарила за доблесть и отвагу присутствовавших на торжественном мероприятии ветеранов-афганцев, после чего состоялось возложение цветов к стелле, установленной в память о героях сражений. Заместитель председателя общественного совета сельского поселения Развилковская Игорь Борисов сам прошел через Афганистан и награжден медалью за боевые заслуги. Выпала такая задача участвовать в боевых действиях. Это уже в 1988 год. В составе двух пар вертолетов Ми-8 и одной пары вертолетов Ми-24 мы шли в Кандагар для освобождения из окружения правительственных войск Республики Афганистан. После митинга ветераны боевых действий собрались в Развилковской школе, где к памятной дате местный отряд юнармии приурочил открытие экспозиции, посвященной участникам вооруженных конфликтов. Очень хочется обратить внимание, что эта экспозиция посвящена не только выводу советских войск из Афганистана, а локальным войнам, где наши граждане принимали участие и отстаивали интересы чести и свободы наших граждан и интересы нашего государства. Идейным вдохновителем этого события стала краевед Галина Рубинская. Сделать подобный стенд с материалами и фотографиями она планировала уже много лет. О наших участниках войны, локальных войн, я имею в виду, надо сказать больше. Их у нас 64. 37 участники афганских событий. Юнормейцы считают День памяти воинов-интернационалистов важной датой в истории нашей страны. Нужно помнить своих героев, тех, кто сражался за свою страну и не только, тех, кто отставил свои права, права своих соотечественников и людей из других стран. В такие праздники мы отдаем, наверное, дань уважения, чтобы ветераны могли помнить, точнее, знать, что мы их помним, что мы их никогда не забудем, их подвиги. Завершился день концертом, подготовленным школьниками. Со сцены прозвучали стихи и песни о войне, а также воспоминания солдат. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжаются награждения юбилейными медалями к 75-летию победы Великой Отечественной войне. Учитывая пожилой возраст, состояние здоровья ветеранов и тружеников тыла, вручение проходит в максимально комфортной для них обстановке. 17 февраля, в день своего рождения, Надежда Евдонина встречала почетных гостей. Поздравить ее с 95-летием пришли первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, глава городского поселения Видное Моисей Шумаилов и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это вот вам открытка с юбилеем от Владимира Владимировича. И, соответственно, то, что мы говорили, это медаль, которая приурочена всем нашим героям, участникам, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, блокадникам. Медаль, юбилейная медаль 75-летия победы. Надежда Ивановна родилась в Рязанской области. После школы отправилась в Москву, где поступила в Первый медицинский институт имени Сеченова. Получив специальность педиатра, по распределению поехала работать в Охотское и Венский национальный округ Дальневосточного края. После трех лет работы там она была награждена орденом «Знак почета». Сейчас боятся ехать куда-то. А я с удовольствием вспоминаю эти годы. Более 10 лет Надежда Ивановна трудилась в Володарской поселковой больнице. В 1964 году она вместе с мужем Евгением Федоровичем, участником Великой Отечественной войны, и двумя детьми переехала в Видное. В городе они работали в районной больнице. Она педиатром, он главным врачом. Это поколение ветеранов, поколение старшее, оно уходит, остаются немногие. Еще те, кто может что-то рассказать, поделиться своим опытом, потому что все-таки их жизнь очень отличается от нашей жизни. Также Надежда Евдонина была заведующей детской поликлиникой города Видное и на пенсию ушла только в 72 года. Она и сейчас искренне интересуется вопросами здравоохранения. Уделить не только вниманием, а мы для себя определили и в мероприятиях подготовки к 75-летию Великой Победы постараться помочь. Везде есть не только бытовые проблемы, но и, конечно же, возраст говорит о проблемах со здоровьем. Мы здесь договорились и с Видновской районной больницей о том, что будем оказывать все наши и профилактические, и реабилитационные мероприятия в области помощи, в том числе по здоровью нашим героям. Имена каждого ветерана, труженика тыла, каждого свидетеля тех страшных событий навсегда вписаны в мировую историю. На территории Ленинского городского округа более 700 участников Великой Отечественной войны. На минувшем заседании члены Ленинской районной ассоциации председателей Советов многоквартирных домов подвели итоги работы за два года, поставили цели на будущее и переизбрали председателя. В этом году районной ассоциации исполнилось 4 года. За это время число участников общественной организации возросло до 70 человек. И цифра эта постоянно растет. Единой командой члены ассоциации решают насущные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Я очень признательна своим коллегам, что они неравнодушны, что им не все равно, что они готовы принимать участие, еще более активное участие в общественной жизни нашего отделения, нашего округа, нашей Московской области. Будем работать. Мы наведем порядок в сфере ЖКХ в Московской области. На итоговом заседании членам ассоциации предстояло переизбрать председателя. Создателем в округе отделения организации, руководителем и идейным вдохновителем все эти годы была Людмила Лернер, лидер общественного мнения, член общественной палаты Ленинского городского округа. Единогласным решением было принято продлить ее полномочия еще на два года. Также проголосовали и за переизбрание заместителей председателя. Совершенно верно. Благодарна коллегам, что они продлили мои полномочия. И продлили полномочия заместителей. Это Вороневич Светлана Николаевна Ивалуева Алексея Юрьевича. Они также остаются на два года заместительными руководителями, но я остаюсь руководителем отделения. В рамках заседания почетными грамотами по итогам года были награждены самые активные и трудолюбивые члены ассоциации. Театральная студия «Анкор» Витновской школы номер 7 представила новый спектакль по знаменитому роману Бориса Васильева «В списках не значился». Это история о подвиге молодого бойца, которая опровергает всем нам известную пословицу «один в поле не воин». На премьере побывала и наша съемочная группа. Как ты думаешь, будет война? Конечно. Зря, что ли, открыли стойку училища с ускоренной программой. Но не волнуйся, это будет быстрая война. Это история о подвиге 19-летнего солдата Николая Плужникова, который долгих 10 месяцев практически в одиночку вел бой с немцами, захватившими Брестскую крепость в самом начале Великой Отечественной. Спектакль по роману Бориса Васильева «В списках не значился» участники театральной студии «Анкор» из 9-го А-класса готовили с начала учебного года. Первыми зрителями стали старшеклассники. Здесь оружие, патроны. Есть чем воевать? Воевать? Один против всех? Что же ты можешь сделать один? В седьмой школе проходит масса мероприятий, направленных на патриотическое воспитание учеников всех классов. Такие спектакли – отличный способ не только проиллюстрировать историю, но и задуматься о таких понятиях, как героизм и самопожертвование. Насколько это было тяжело и насколько мы можем себя примерить к этой обстановке и поставить себе какие-то моральные планки, чтобы стремиться к тому, чтобы быть похожим на тех, кто был героем. «Он поднимает в себе такие темы, как, например, Холокост. Ведь одна из главных героинь данного мероприятия мира является еврейкой, которую в процессе этого спектакля убьют немцы только потому, что она этой расы. Конечно, здесь поднимаются и темы дружбы, темы выбора». «Я считаю, что школьники должны видеть такие спектакли, потому что они должны знать свою историю». Кирилл Горюшкин и Алексей Башлыков играют в спектакли отрицательных персонажей, которые уговаривают главного героя прекратить неравный бой с противником, бросить хромую девушку миру и уйти вместе в Беловежскую пущу. «А ей вы не подумали?» «Да слабались мы, пробовали. Везде патрули, везде охрана. Мы – Красная армия. Вы это понимаете?» «Красная армия. Ты бы еще комсомол вспомнил. А я не забывал». Но, как уверяют ребята, даже отрицательные герои достойны внимания и сочувствия. «Мы вживаемся и сопереживаем героям, потому как даже негативные персонажи, у них есть свои проблемы и сопереживания». Роман Бориса Васильева, как и поставленный по нему в седьмой школе спектакль, опровергает всем нам хорошо известную пословицу «Один в поле – воин», даже если он в списках не значился. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok